Библейский портал экзегет.ру представляет 49 глава книги Иисуса Сына Серахова Я читаю сенадальный перевод для библейского портала экзегет И подходит уже к концу перечень праведных мужей В 49-й появляется неожиданно царь Иосия Ну как неожиданно, конечно, его стоило бы ждать в перечне праведников Но как-то он отдельно прям выделен Вот наравне с Давидом, Соломоном Был языке в прошлой главе И там скорее даже не он, а Исаия, да, упоминается Но вот Иосия сам по себе Царь, который угоден Богу, который второй Давид, если можно так сказать Память Иосии как состав фимиама, приготовленный искусством мироварника Ну то есть благовоние, которое в храме сожигается Во всех устах она будет сладка, как мёд и как музыка при угощении вино Он успешно действовал в обращении народа и истребил мерзости беззакония Направил Господу сердце свое и в одни беззаконных утвердил благочестие Его реформа и его борьба с языческими культами Ну вот это здесь вспоминается Кроме Давида, языки Иосии все тяжко согрешили То есть все цари Три праведных царя Давид, языки Иосии Языки его помянут был в прошлой главе Ибо оставили закон Всевышнего, цари израильские перестали Иудейские перестали Ибо предали рог свой другим и славу свою чужому народу Соответственно царский род не то чтобы пресекся, но был лишен престола Избранный город святыни сожжен Это имеется в виду Иерусалим Улицы его опостушены, как предсказала Иеремия Которого они оскорбляли, хотя он еще в очреве обращен был в пророка Чтобы искоренять, поражать и погублять, равно как строить и насаждать Такая хорошая формулировка Что делает пророк? Искоренять, поражать и погублять, равно как строить и насаждать Но сначала искоренять и погублять Почему? Не лучше ли наоборот? Ну потому что нужно расчистить место Потому что там, где царит язычество, беззаконие и все прочее Нужно сначала от них избавиться, потом уже можно что-то созидать Иезекиев видел явление славы, которую Бог показал ему в херувимской колеснице То есть колеснице, которые запряжены, как лошади херувимы Небесные духовные существа Он напоминал о врагах под образом дождя И возвещал добрые тем, которые исправляли пути свои И двенадцать пророков, да процветут кости их от места своего Утешали Иакова и спасали их верную надежду А какие двенадцать пророков? Наверное, малые пророки Ну потому что Иеремия упомянут, Иезекииль, Исаия был Да, три больших и еще двенадцать малых Но у нас, конечно, еще есть Даниил, пророк Но он не очень-то похож на остальных пророков Это такие, скорее, о книге о Вавилонском племени Повествования о Вавилонском племени, собранные в одну книгу Ну вот, про плен мы уже, в общем-то, прочитали довольно кратко Но тем не менее, как возвеличим Зарававеля Того, кто возглавлял израильтян при их возвращении из плена И он, как перстень на правой руке, а также Иисус, сын Иоседека Иисус, первосвященник того времени Они в одни свои построили дом, то есть храм И восстановили святой храм Господу, предназначенный к вечной славе Велика память Иниемии, который воздвиг нам павшие стены Поставил ворота и запоры, возобновил разрушенные домы наши Ну вот, это про восстановление храма Иерусалима И вообще всего после плена И тут список как бы подходит к концу, хотя не совсем И в качестве такого примечания Не было на земле никого из сотворенных подобного Еноху Ибо он был восхищен от земли И не родился такой муж, как Иосиф, глава братьев Опора народа и кости его были почтены Прославились между людьми Сим и Сиф Но выше всего живущего в творении Адам Неожиданно в конце такая иерархия Адам, как праотец всех, это понятно Енох, как наивысший праведник Сим и Сиф, это, соответственно, тоже великие праведники древности И Иосиф, глава братьев опора народа Это из сыновей Иакова Вот неожиданный такой перечень Казалось бы, особой логики нет Ну Адам, допустим, первопредок Ну а почему тогда Иосиф, он не предок всех Причем здесь Енох, который был вознесен А мне кажется, что в конце этого перечня Он говорит о том, что у каждого человека Может быть своя какая-то особая роль В этой священной истории И он может занять совершенно особое свое место Не обязательно такое же, как остальные И вот в этой какой-то очень сложно устроенной гармонии Человеку нужно искать это место Но неожиданно в 50-й главе появляется совершенно другой персонаж О нем мы почитаем отдельно, естественно, в 50-й главе Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok